Всем привет! Я делал видео про этот латер с блоком питания. Так вот, я его немного переделал, немного улучшил. Сейчас вот у меня здесь появилась индикация включения светодиод. Так, подаем питание. Вот светодиодик светится. Потом, смотрите, вот так вот переменка. Вольтметр показывает переменку. Вот так, постоянка. Но на постоянке он врет. Я потом покажу, почему. Но на переменке показывает четко. Но сейчас, по крайней мере, видно, когда переменка, а когда постоянка. А раньше он у меня только переменку показывал. А постоянку нужно было там на корень из 2 помножать. Ну вот, а сейчас уже примерно правильно показывают, но все равно врет на постоянке. Ну и это не важно. Главное, что есть различия. Так, а что у нас с другой стороны? А с другой стороны у нас вот что. Появился вот такой вот индикатор. Вольтметр, амперметр. И вот такой регулятор. Видим? Это блок питания на LM317 сейчас. И он сейчас не зависит от положения латра. Возьмем лампочку. Вот такую вот. Сделаем. Ну вот, 11 вольт почти, что 12. Сделаем сейчас вот так вот. Вон, видим? Лампочка светится. Вот, кстати, винт, который крепит LM317. Вот это вот все алюминиевое. Это большой радиатор. Как видим, отверстие вот для этого вольтамперметра я немного не точно вырезал. Видим, чуть-чуть болтается вот так вот. И вон там и щель. Но ничего. Так он не вытаскивается, потому что вот этот размер точный, а вот этот вот чуть больше сделал. Ну ладно уж, как получилось. В общем, блок питания и латер. Сейчас разберем, посмотрим, что там внутри. Мне еще пришлось немного доработать вот этот вольтметр, чтобы он так вот показывал. Я сейчас тоже покажу, что я там сделал и какой он был. Сейчас открываем. Так, пока поставлю. Итак, я открутил все винтики. Вот, что мы тут видим. Вот. Вот она LM317 с термопрокладкой из слюды. Из слюды лучше, чем вот эти вот, которые такие, типа резиновые, какой-то силиконовые. Лучше из слюды. А еще лучше вообще без них. Но тут пришлось сделать, потому что я не хочу, чтобы корпус LM317 соединялся с землей, которая на корпусе. Поэтому тут у меня термопрокладка. Ну, вон переменный резистор. Все тут навесом это спаяно. Вон там диодики от LM317. Так, вот там вот еще диодик параллельно выходу у меня стоит. Сейчас на схемке его тоже подрисую. Вот здесь обратные полярности параллельно выходу. Вот таким вот образом. Тоже там 1N4007. Конденсатор сколько там у меня стоит? 330 на 35 вольт. Вот этот вот конденсатор. 330 микрофарад на 35 вольт. А вот этот вот 100 микрофарад. Вот этот 100 микрофарад на 10 вольт. Диод тоже 1N4007. Так, еще тут у меня резистор. Вот здесь вот резистор стоит еще. Коричневый, черный, коричневый. Это 100 вольт, по-моему, да. Ну и светодиод зеленый. Кстати, вот когда я подключаю конденсатор параллельно светодиоду вот здесь вот, то светится хуже. Ну здесь вот эта обмотка, она выдает всего там, сколько тут написано? Вот 1,8 вольт она выдает. Поэтому светодиод от нее не загорается. Пришлось сделать вот такую вот схему умножителя. Умножитель. Ну вот такой же, как вот в микроволновке. И вот когда добавляю конденсатор параллельно светодиоду, то светодиод светится слабее. Кто знает почему, так пишите в комментариях. Давайте я вам сейчас это даже продемонстрирую. Буду тыкать его параллельно светодиоду. Вот между зеленым и желтым. Да, кстати, вот полярность конденсатора вот здесь вот у меня плюс. И так, включаю. Вот я включил. Видим, как светится светодиод. Да, теперь подключаю конденсатор. Вон вообще погасает светодиод. Так, это я параллельно светодиоду. А если параллельно диоду включить его, вот таким вот образом. Параллельно вот диоду, который там выпрямляет это все. То же самое. Вот. Это конденсатор на 470 микрофарад 10 В. Ну, кажется, поменьше взять. Ну вот, 100 микрофарад попробуем сейчас. 100 микрофарад, вот. Вот, сейчас еще чуть-чуть светится. То есть, чем меньше конденсатор, тем лучше светится. А лучше всего вообще без него. Пишите в комментариях, кто знает почему так. Ну ладно. Это мы отвлеклись сейчас от темы. Вот смотрите, здесь вольтметр, как пришлось мне сделать, чтобы он так более-менее показывал. Вот это резистор, который там был. Или вот этот, или вот этот. Короче, один из них был. И один мне пришлось еще добавить. И еще добавил подстроечник, чтобы можно было четко подстроить. И вот диодный мост. А было там вот так. Сейчас нарисую. Как там было. Вот этот вольтметр. Вот так вот был. Вход, резистор вот таким вот образом. Сейчас возьму ручку другую получше. Карандаш лучше пожирнее, чтобы писал. Вот резистор. Вот так вот диод. Конденсатор. И вот таким вот образом. И вот микроамперметр. Вот так вот было. Так вот, эта схема не совсем хорошая. Да, кстати, я проверил. Вот этот конденсатор от него толку вообще нет. Что он есть, что его нет, одинаково показывает. Так вот, эта схема не очень хорошая, потому что если ее включить куда-то, где есть вот такой вот конденсатор, вот так вот к выходу, где конденсатор, вот в эту точку включите, вот так вот, то что произойдет? Этот конденсатор зарядится через этот диод, через вот это все зарядится, и все, и вольтметр покажет ноль. То есть по-хорошему здесь они должны были еще вот так вот поставить еще один диод, чтобы этот конденсатор мог разряжаться. То есть вот плюс, когда здесь, он вот так вот идет, а когда здесь минус, чтобы он вот так вот шел. Вот так вот. Тогда он будет работать нормально. Тут этого диода не было. Когда его подключаешь, этот вольтметр, к постоянке, он очень сильно завершает, там чуть ли не в два раза, а то и даже больше, чем в два раза. Поэтому я сделал другую схему. Сделал схему с диодным мостом. Вот так вот она выглядит. Вот так вот она выглядит. Диодный мост, тут два резистора. Ну вот один резистор тот, который там был, и еще один примерно такой же. И плюс еще добавил еще подстроечник, вот на 100 кг, чтобы можно было четко подстроить. Мы сейчас можем настроить этим подстроечником, или чтобы он четко показывал переменку, или чтобы он четко показывал постоянку. Но вот нельзя сделать, чтобы он и то, и другое четко показывал. Вот так вот. Здесь по-хорошему нужно вот этот тумблер, и еще группа контактов, которая бы еще резистор тут замыкала-размыкала. Но такого тумблера у меня нет, поэтому вот так вот. Вот диодный мостик, 1N4007 добавил туда. И еще один резистор такой же, как этот примерно. Примерно в два раза больше нужен резистор. И еще подстроечник. Да, пробовал сюда тоже вот так же, как они, как у них был конденсатор сглаживающий. Пробовал сюда ставить вот тоже. Он вообще не влияет никак, что он есть, что его нет. Сейчас я выключу, посмотрю, какой у меня там конденсатор стоит. Вот этот вот. Вот здесь вот, на выпрямлении высоковольтном. 22 микрофарада на 400 вольт. Вот он. Еще там резистор стоит, чтобы этот конденсатор разряжать. Коричневый, зеленый, желтый. Вот это сколько, 160 кОм, что ли? Как-то так, примерно. Причем мощный где-то, ватта на 2. Еще добавляю сюда на схему. Записываю. 22 микрофарада на 400 вольт. И вот здесь вот еще резистор на 2 ватта. 160 кОм. Вот сейчас показываю еще раз схему. И все. Причем. 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 Причем.